Привет! Хочу рассказать тебе о сервере Revenge RP. На сервере тебя ожидает увлекательное развитие твоего персонажа. От создания до выбора деятельности. Никаких ограничений. На нашем сервере ты точно найдешь то, что так долго искал. Мы ничего не обошли стороной. Для каждой профессии своя система. Большой автопарк, кастомизация персонажа. Все это и многое другое тебя ждет на Revenge RP. А по промокоду в описании ты сможешь залатать приятный бонус. IP и прочая информация находится в описании. Ебайте гандонцы, шляпы ебаны. Давай, до свидания. Скорее ролик будет честный, как с тобой. Ребят, как рыбу ловить? Слышишь, иди сюда. Безмолитом далеко не терять, а то если мэр появится, мы там войнушки, войнушки собираемся делать. Как рыбу ловить? Если интересуют наркотики, мужчина, я вижу... Как рыбу ловить за рыбака? Как рыбу ловить, спрашиваю. А, как рыбу ловить за рыбак? Ну это я не знаю, это на главном съезде, с отцом, с дедом на рыбалку ездят. Стану-ка я донатным админом. Как думаете, меня захотят слить или нет? Так, ладно, придем туда под видом того полицейского, который не в курсе, что там происходит. У меня есть идея. Точка прицела у меня типа показывается вот здесь. Но чтобы попасть, мне надо куда-то вот ловить вот в этой зоне челика. И как-то еще стараться ближе в голову наводиться. Немного неудобно, на Амбреле можно было, или на Васте, кажется, регулировать камеру от третьего лица. А тут нет. Большая просьба для того, чтобы упростить чуть-чуть ПВП, сделать его удобным. Добавьте регулировку, как на тех серваках. Это несложно. Вот, видите, я даже физганом чуть-чуть прицеливаюсь, прежде чем взять. Че, балде? Это че такое? Камера, мэр попросил расставиться. Мэр попросил камеру поставить. Прямо кае нашего дома, вот чисто, чтобы она стояла, смотрел на вход. Ну, она на вас не смотрит, тем более, вот так вот за дверью вас не видно. А вы немножко тут это... Мэра-то нет в городе? Ошибаетесь маленько. Ну, не мэра, правительство, какая разница? Или мэр, по-твоему, не власть города? У меня было огромное количество роликов, когда этот байт работал стопроцентно, и этот случай не исключение. Вы просто стоите на месте и ничего особо не делаете, как тут же вокруг вас собираются кучи микробандитов, которые хотят вас ограбить. Вот и все. Готово, нахуй. Полицейский, администрация, работорговец, зарубан. Да ты отыграл РП, да? Я так понимаю. Фир РП у тебя. Фир РП? Когнитивная. Когда она была? Когда ты оружие достал на вооруженного чела. О, я сделал. Мы тебя лицом к свиней ставили. Ты на вооруженного чела оружие достал, молодец. У тебя нет. У нас было двое, само собой я могу достать на тебя оружие. Нет, я вооруженный человек. Ты должен бояться этого в упор ко мне подходить с оружием. У нас двое, понимаешь, нет? И что? У нас фир РП на нас работают. Я с оружием уже стою, я готов к этому. А ты нет. Ты берешь с нихера, достаешь оружие. Удачи. В курсе, что он так и не работает. У тебя фир РП от одного человека. Она стоит на вооруженного. Мы вместе заставляем на тебя оружие, и вполне можем тебя ставить в лицо в стене. А меня, кстати, убил какой-то челик из них. Вот, он уже увидел оружие в действии, увидел то, что его челик отлетел, но это ему не помешало никак ствол достать. Но одного я точно могу забрать с собой. А пауэргейминг есть, такое правило, нет? Ну и зачем? Фри дамаг, FD-MG. Дебил. Только что уже при мне кого-то ударил. На демке это все есть. Вот я поражаюсь тому, насколько бывают люди слепые. Это вот им, ну, написано же, причина, за что ты забанил челика. Они спрашивают, за что, гражданский? Моего друга ни в ФРП ничего не было. Товарищ его банит. По собственной ЖБ. Да, товарищ? Хайки. Давай в круг, в круг. Запрыгивай. Какое РП действует? Заходи в круг. Заходи в круг. Давай ты вот так лучше постоишь. Мне не нравится, что с оружием, что с оружием. Создать этот промокод, накупить себе админок и ходить сливать всех направо и налево, раскидывая баны. Якобы это вот челик нарушил, и я его забанил. Не самый лучший маркетинговый ход с этим промокодом, но не мне судите, не в этом тем более ролике. В общем, админ меня принял за какого-то очередного сливщика, потому что у меня суммарно онлайн на этом серваке составлял около 40 минут. Тем более у меня была не самая низкая админка. Не, пусть пишет, а то он какой-то... Расфризь меня, я оружие даже уберу. Жалую тебя, что свои ралабы разбираешься. Я убиваю его, ну, то есть, нарушаю эфир РП, и он получается. Как я нарушаю эфир РП? И после этого я не тэпп от моего друга. Ты спектейтил, хотя за моим другом? Ты спектейтил за моим другом? Ты к нему не тэппался, ты зацепил за ним, типа, спектейтил, чтобы у него не было РП-ситуации? Он только что умер, а что мне к нему тэппаться? Ну хорошо, ладно, с этим я не буду спориться. А что ты мне, настакать нарушение я этим хотел, да? Пиздец, серьезно? Нет, не хотел просто спросить. В смысле не хотел? Да, думал то, что я скажу, что нет, не спектейтил, я приберусь, что рассказываешь. Ты уже достаточно рассказал, слышишь? Нет, не слышу. Может разбирать. Это что, а нас админ? Слушай, а ты меня убил, да? Разбор своих же был у него куплен. А, все, хорошо. Тогда вопросов нет. Так, у тебя тоже эфир РП, ты же меня убил? В ДС. Что, я понял, понял. Почему у меня эфир РП? Объяснить. Ты увидел, как я убил твоего друга только что, и ты только после этого оружия достал, молодец. Нет, у меня было оружие до этого у тебя за спиной. Я стоял с оружием у тебя за спиной все это время. Ты просто не видел. Мик, ты нормально заработал? Да, сейчас нормально. Сейчас чекну демку и посмотрим. Если нет, то окей. А ты как мог увидеть-то? Вот, чтобы чекать, то что я был у него за спиной с оружием. Почему он не встал туда к стене, то что его два человека угрожали? В ман администрации ты достал оружие после того, как я убил твоего друга. Нет. С чего? Только что демку посмотрел. Заморожено пока. Я взял ствол. Тогда, когда я уже убил человека. Мой начинает ставить тебя к стене. Нет. Нет. Не было так. Хорошо. Покажи демку. Второй обман хочешь? Покажи демку. Вон и морально. Я вопрос тебе задаю. Ты второй обман хочешь? От какого лица ты играешь? Да неважно, от кого я лица играю. Ты второй обман хочешь? Ты угрожаешь меня? Я у тебя вопрос задаю тебе. Допустим, не хочу. Ну, вот тогда согласись с первым обманом и иди гуляй дальше. Нет. Что нет? Не буду соглашаться с первым обманом. Значит, у тебя будет второй обман. Так не было. С чего? У меня второй обман-то сказал. Потому что ты мне первый раз сказал неправду. Я посмотрел по демке и понял это. Теперь ты мне говоришь об этом второй раз. Я сейчас могу опять демку открыть и пересмотреть момент. Но типа ты мне настакать хотел нарушения. Почему я так не могу делать? Я не хотел тебе настакать на нарушения. Налушения, да. У шефа полиции ФРП от скольки человек? От одного, от двух. Ты убил моего друга сразу. Я стоял у тебя за спиной с оружием. Нет. Нет. Обман. 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 Все. Второй обман есть. Ошибись. Могите. У шефа нерасширенный ФРП. Да, но прикол в том, что я стоял с оружием. У нас тут будет с оружием. Нет, неправда. Покажи демку аморалу. Вот если что, он решил. Прикол в том, что я сейчас расскажу. Вот, я тебе сейчас расскажу. Я стою с оружием постоянно. Чело приспичило достать ствол на меня и начать угрожать. Я его убиваю тут же. И только после этого этот чел достает оружие и меня убивает. Вот и все. Ладно, человек утверждает просто то, что ты... Ну еще один обман, ты мне стакаешь три обмана в одной ситуации. Имею право, ты пиздишь. Ты пиздишь. Ты пиздишь. Оно не стакается просто. Смотри, оно не стакается, но... Или микро? Но бан выдается больше. Смотри, минималка час, максималка четыре дня. Понял, понял. Хорошо. Сейчас зависит от того, сколько раз ты пытался обмануть и как. Это по решению... Ну, это настойчиво утверждает. Вот я пересматриваю демку уже во второй раз. Ко мне подбегает с оружием только один человек. Я его убиваю, только потом ты достаешь ствол. Прям видно момент, где я достаю оружие. Прям видно момент, где ты уже достал оружие, когда я убил твоего друга. Где я уже стою с оружием. Правильно понимаю? Или где я в момент достаю у меня оружие. Ты достал оружие после того, как я убил твоего друга. Ну, подожди, момент какой у тебя на демке. Ты че, не понимаешь, что я тебе говорю? Че, ты не понимаешь, что я тебе говорю? Ты русского языка не знаешь? На какой тебе вопрос ответить? Я тебе уже ответил на все вопросы, на которые только можно ответить. На демке видно, что после того, как я убил твоего друга, ты только тогда взялся за оружие. Ну, смотри. Демку можно посмотреть просто, где я вижу то, что... Без проблем. Хорошо, давай тогда так условимся. Я покажу демку, если там видно то, что я говорю. Вот, то... А мы с тобой не хотим, где мы сставали ствол? Мы с тобой не хотим, где мы сставали ствол? Замолчи, пожалуйста. Замолчи, пожалуйста. Че говоришь? Если у меня сейчас на демке это подтвердится, то давай ему 4 бана. О, это 4 дня бана. Видишь, он уже понял, что он пиздит. Боже пиздец, какие же лицемеры у меня в роликах попадаются. Благо эти не особо токсичные, хоть на этом спасибо. Как только ему показалось, что его могут записывать на видосик, он тут же начал думать. А может быть реально? Там мы не оба с оружием стояли. Ну и шо вы думаете? Мы пошли с администратором в дискорд. Я показал ему демку от начала и до конца этой ситуации. И все, как бы, обман администрации заработал себе челик. С оружием один из них всего лишь. Этот без оружия. Отлетает? Этот еще без оружия. Достал. И достает. Все, я понял. Понял. Одна просьба. Не пали, не говори ничего другим. Не-не-не, я понял. Вчера руина была жесткая. Да, я же говорю, я же не думал, что получится, что они спектрить будут за мной. А, слушай, ну по демке видно, что он убивает его друга. Делает два шага назад, и только потом ты достаешь оружие. Когда есть на демке видно, тогда я признаю. Что делать уже? А уже все толку от признания. Толку от признания. Ты обманул администратора, но пытался это сделать. Первый готов, четыре дня бана. Но так легко и непринужденно люди отлетают. Здравствуйте. Добрый день. Вы что, мне сдаетесь? Романтический плен. Вот. Так, директор ФБА может проверять людей даже без скачей, но для этого нужна адекватная причина. Но эти адекватные причины мы, конечно же, будем создавать. Ну или же как-то пытаться влиять на их создание. Например, я буду оказываться просто в каких-то интересных местах, когда происходит какая-то перепалка, стычка, которая прямо требует людей, от людей точнее, чтобы они встали лицом к стене. Нормально, ствол. Печина? А теперь за мной иди. Что? За мной иди, я тебе говорю. За мной иди, ты чё, ёбнулся, сука? Понятно. Соси, блядь. Как-то он резко узнал о том, что его хотят, там, не знаю, заковать или что-то ещё. И сразу люди побежали. Причём это было молча. One chair. Изи. Спонсор? Изи, блядь. Просто изичный чел получился. Спонсор. ТП. Спустя порядка 10 роликов, наверное, на Мэджике, я всё-таки понял, что подобного рода игроки откровенно тупые. Это уже не догадки, а общеизвестный факт. А почему? А потому что он уже который раз спрашивает у меня, в чём у него ФИРРП, хотя я ему до этого один раз коротко и ясно ответил. Я только что объяснил. Повтори, у тебя микрофон. И у тебя микрофон. Почему ты своё ЖБ разбираешь? Почему ты своё ЖБ разбираешь? ФИРРП у тебя в том, что ты... Почему ты своё ЖБ разбираешь? Почему ты разбираешь своё ЖБ? Объясни сначала это. Понял. Неадекватно, да, выдаю. 12 часов бана. Удачи. Какой не... Подожди, какой неадекват? Почему? Я у тебя спросила, почему ты разбираешь свою ЖБ? Это вопрос, не относящийся к ЖБ. Удачи тебе. Ты его откровенно душишь. Ты плохой человек, Артур. Да, я его откровенно душу и не хочу, чтобы он играл конкретно со мной в этой сессии. Потому что он меня спрашивает, в чём у меня ФИРРП. Я ему начинаю объяснять, и он тут же меня перебивает тучей вопросов о том, что я разбираю свою ЖБ и просто не даёт сказать мне ни слова. Зачем ты допросишь меня что-то тебе объяснить, если ты начинаешь себя так неадекватно вести? Запомните, ребята, неадекватное поведение это не только, когда ты бегаешь по админ-зоне, стреляешь во всех тэпнутых пулемётом и попутно поливаешь всех трёхэтажным матом. Это поведение человека в общем, касаемо администратора на жалобе или же любого другого её участника. Я тебя баню. Подожди, стой. Я не буду ждать, оно мне не нужно. Ребят, кто может 12 часов выдавать, пожалуйста, помощь? Так вот, в последний раз тебе объясню. Я тебе угрожал оружием, ты не слушался. Можно я скажу? Можно? Вот. Я челу объясняю его нарушение, но он спамит мне одно и то же, почему ты свою жалобу разбираешь. Неадекватное поведение, 12 часов, пожалуйста, выдай. У него есть разрешение на разбор своей жалобы в Дискорде. Я уже у него спрашивал. Так а почему он мне не отвечал? Ну, я у него спросил. Потому что ты спарнишь одну и ту же хуйню в Войс-чат. Я не намерен на такое говно отвечать. Так, ну, ответь. Ну, просто ответь. Тебе только что ответили на этот вопрос. Тебе три раза нужно? Типа, бог любит троицы, и ты тоже? Ну, у тебя микрофон плохой. Ну, так тебе ответил человек с микрофоном получше. В чём проблема твоя? Ну, всё, я понял, я понял. Хорошо, тогда скажи. В чём у меня это самое? Фир РП. Я не буду тебе пятый раз объяснять одно и то же. Если ты глупый или глухой, не понимаешь. Не мои проблемы. Удачи. Дай, пожалуйста, 12 часов, и я пойду. У тебя микрофон. А нет, только неадекват. Больше ничего нет. Неадекват и Фир РП. Я не хочу сраться с ними. Мне просто это сейчас не интересно вообще. Я хочу нарушителей найти. Я их нахожу, всё. Я просто челу говорю. У тебя Фир РП начинает спамить одну и ту же херню. Как с ним общаться? Он спамит, вы слышали? Почему ты свою жалобу разбираешь? Почему ты разбираешь свою жалобу? Как я ему отвечу? Как он мне поймёт? Если он сам тараторит без остановки. Спасибо. Для тех, кто не понял, может у кого-то ещё покажется, что этот микрофон хреновый, который вы сейчас слышите. Я ему говорю, иди за мной. Он никуда не идёт, он просто ничего не делает. Он молча зовёт друзей, которые выбежали со мной стреляться. Молодцы. Проверка на нелегал. Странные звуки. Таран. А, я понял. Пон-пон. Ага, блядь. Сюда нам. Хорош. Мне кажется, ему не хватает ещё 100 брони. Ну, правда. Ну, это как-то несерьёзно для Джаггернаута. 200 хп всего лишь и 100 брони, как у всех. Что за оскорбление госсотрудника? Ты тупой, что ли? Я хочу и буду оскорблять. За что, э? За что вы? Оск госсотрудника. Алло, у вас человек умер. Отпусти меня. Оск госсотрудника. Дей по нему дубинкой и арестовывай его. Оск госсотрудника. Что там у нас? Дурачок на тёмном лорде софт. Следить. Телепортировать. Ммм, я буду. Здорово. У тебя Нон РП и Ферр РП. Отдавай себе банку. Почему? На 20 минут. Не, я буду. Просто областную пучу. Нон РП, ты провоцировал полицию оскорблениями. После того, как тебя завязали в наручники, ты побежал в наручниках по всему городу. При этом тебе угрожали оружием. Ты не слушался ни одного приказа. Просто бегал по городу. Поэтому давай, 20 минут и всё. Вот он сказал, обоснуй почему, и я выдам себе бан. Я думал, что это самая будет лёгкая задача в моей жизни. Но нет. Ему надо было поспорить, чего ещё можно было ожидать от челика на донат в профессии. Всё-таки хоть само это явление не очень прикольное, типа профессии, которые обходят какие-то лимиты правил, но есть в этом и плюс. Некоторые челики думают, что если у него там определённая какая-то крутая профессия, то ему вообще правила не писаны, он может делать всё, что угодно, фаниться, какую-то хуйню творить и так далее. Я тебя понял. Выдавай себе 20 минут за ферррп и нонрп. Я не против, чтобы ты себя забанил, я только за... Выдавай себе 20 минут за ферррп и нонрп. Я уже разобрался. Выдавай себе 20 минут. Ты сейчас разговариваешь со мной. Ты сейчас разговариваешь со мной. Будешь куда-то отвлекаться, я тебе припишу ещё какое-нибудь нарушение. Хочешь? Хорошо, если за вами, хорошо. Твой брат не откидывай его пока, что у него там нарушения... Если за вами... Смотри, мне... Тише, 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 подожди. У него нарушения правила войс-мода, нонрп потом... У кого? Феррркил. У кого? У него. А, ну, не удивительно. Ну смотри, 20 минут, 20 минут у него уже есть бана, потом админобус у него, кажется, тоже есть, сейчас точно гляну какой-то, когда он себе не выдает наказание. Это тоже, что я хочу сказать, а почему у меня в правиле моей профессии не этот, не уточняется по поводу общественных мест, все равно в любом случае у меня аж феррой по от двух или от трех, так же не уточняется. Хорошо, давайте попробую объяснить. Ты уже в наручниках стоишь. Вот ты без наручников, ты боишься от трех людей. Ты без наручников боишься от трех людей, потому что ты можешь что-то им противопоставить. В наручниках что ты противопоставишь? Ничего, поэтому тебе стоит бояться любого челика с оружием, когда ты в наручниках. Ну там же не уточняется, почему вы додумываете правила. Это если морал додумывает правила, это хорошо, да, это я понимаю, потому что это супер админ, он может это спокойно делать, да. А почему ты додумываешь правила, я не знаю. Кто додумывает правила? Нет, если ты вот сейчас прямо на ходу додумывал правила, нет, это все правильно, как бы ты супер админ. Нет, это не додумать, это просто нужно головой немножко пошевелить мозгами, чего ты, кажется, не умеешь, к сожалению. Ну просто прикинуть, немножко 2 плюс 2 там, и понять, что в наручниках ты ничего не сделаешь, кроме как бегать по карте и все. Ну ладно. Блин, ну хорошо. Ну тогда лицетив мне выдавайте, все, тогда. Ну, все. Ты тут нет. Ну и зачем ты это делаешь? Зачем ты это делаешь, ебанат? Мужик, я тебя там вижу за углом, че ты стоишь, прячешься? Мужик, мы можем так до бесконечности стоять, типа, че, че такое? Можешь мне? Я просто страшно, чтобы ты меня не ограбил. Да мне не нужно тебя грабить, подсади меня вон туда на дверь, и я залезть хочу. Давай, спасибо. Ебаната кусок, блядь. Зачем ты начал кидать мины, блядь? Ну, совсем придурок, сука. Да, идиот, ну вот. А, ну да, драга. А зачем? Все в порядке. А вот вам, ребята, наглядный пример безмозглого кретина, который зашел на открытие сервака, купил себе доната и начинает сливать его. Бегает мины, кидает НЛР, нарушает, какую-то хуйню творит, дальше будет еще прикольнее. Ну, блядь, что ты делаешь? С ебанатом кусок. Готов, готов один. Сейчас, погодь, погодь, погодь. Еще один есть, зайдись. С буреткой надо убить. Хорош. Я на себя весь огонь взял. Вот типа, нахуя он это делает? Вот мне интересно, что он этим хочет добиться, блядь. Привет. У тебя НЛР, Феререрпе, НонРП. Игридамаг. Ага, понятно. Ребят, перебаньте этого долбоеба на, сколько-то там, на перму, я не знаю. Он сливает просто аккаунт, чел себе взял дон привилегию. Так, так, так. Ну, вот этот ебанат, он Миракл. Он, короче, бегает, раскидывает слэмки, непонятно зачем, дамажит ими людей. Потом, когда его убивают, он приходит обратно на то же самое место, делает то же самое. Сейчас он забежал, непонятно зачем, после смерти опять, в то же самое место, где рейд проводится. И начинает стреляться с левым типом в хате, которая к нему никак не относится. Так, стимагичный, можешь кинуть, тэпнуть. Вот. Потом я его сейчас сюда тэпнул, я ему говорю про его нарушение, он попытался меня забанить. Мне написало об этом. А, да. Ну, ебанат, я же говорю. Ой, ну я прям хорошо попадал по башке, ребят, да? Да, тут с деглом не вытащишь, потому что у челиков здесь по 300, бывает по 400 брони в вооружении ебанёшься. Поэтому нужно что-то помощнее, типа СВДшки хотя бы. Вот с СВДшкой я уже могу что-то противопоставить челик. Обычно такой плавный переход ко второй голове свидетельствует о том, что в ролике грядёт что-то интересное. Ну, вообще-то да, иначе бы я не прикладывал к нему руку. Будет ли куча болванов, которые нарушили правила, и этого нельзя, оказывается, допускать? Тоже нет. А чё, гадайте сами. Я просто заметил, что в большинстве старых роликов я тупо прямо спойлерил, что будет с тем-то, с тем-то, чуть ли не в самом начале видео. Поэтому, ребята, гадайте, пишите в комментарии, либо просто смотрите внимательно ролик. Повышенная преступность, нужно каждого быстренько позагонять домой. Зачем ты бегаешь, как ненормально, что ты делаешь? Боже, ну и хуйня геймплей вот с такими профессиями, пиздец, Андрей Ларин. Ну это же хуйня полная. Как, блядь, ну вот, как вменяемому человеку, как вменяемому человеку контрить и такие профи? Вот я его, ну, я поймать его, просто вот так вот в упор подойти, я его не поймаю. Нет, в смысле, я на госконтору, я устраиваться пришел. Не дома вкачаем. Но только так его ловить. Только на неожиданности какой-то вот в крысу ловить и все. Другого варианта не дано. Только так ты кого-то можешь вот с такими статами на профи поймать. Больше никак. РП-стена. Как я скучал по этому. Это уже реально мемом должно стать. Обязано просто, ребят. РП-стена. Придумайте кучу мемов с РП-стеной. Умоляю вас. Война миров Z, например. Когда толпа зомби лезет через какую-то огромную стену. Потом какой-то чел приходит с тулганом. Хуярит надпись РП-стена. Никто перелезть не может, блядь. Ну это же охуенно. Это охуенно. Я жду, пока примут ЖБ. В общем, это время я бегал и ждал, пока мою жалобу примут. Ожидание длилось около трех минут. И за это время я успел найти еще одного нарушителя. А именно ГЛ Куратор Плюс. Честно, не особо разбираюсь в их иерархии. Но кажется, по названию это какой-то ГЛ Куратор. Жесткий тип. Донатный сын маминой подруги. В общем, как-то так. О, Самуэля, привет. Остановись. Остановись. Блядь, Сабуэль. Не надо. Остановись. Остановись, тебе говорят. Ты че, ненормально? Остановись, тебе говорю. Че ты делаешь? С челиком, который просто с нихера начал по мне стрелять в первые ситуации, особо ничего интересного. Он косил под дурачка, говорит, там у меня с памятью проблемы, пью таблетки и так далее. Поэтому он затягивал жалобу как только можно. Я это вам объясню вкратце, чтобы не занимать просто так хронометраж. Я с горем пополам показываю уже все-таки администратору демку. Он там кое-как увидел уже нормально нарушение фри-дамага. И потом начинается демагогия от дурачка, который это правило нарушил. Так, хорошо, я рад позвоню этого молодого человека плыву. Это может мне подряд к подростку ткнуть, откуда взял? Парнем скажу, чтоVR я заходил так court. Демка пишется. Демка. Может вообще тебя, впоследствии нельзя. Это я вообще гант. Да, ты успокойся. Остановись, я скажу, хульта прибываемся. У тебя тоже區 для нарушения ты прибыласьako. にまず кто? оставлять часть придумывать на эту сушу оскорбление у него не такой на ним без попрос упоминание родных это как бы знаешь игру наверное это рассуждение ты же ранимый ты не умеешь рассуждать умею почему докажем докажи рассуждение основываются на опыте который откладывается в памяти а у тб и я с нею проблемы ну почему я не могу рассуждать читай выше с тобой что ли о чем говорить не тот собеседник это все мне смотрите все хватит не разберю хотелось прийти неадекватного оскорбления я перепутал оскорбление на 3d ночь он вкидывает я не могу я не шутил я рассуждал чем слушаешь максимал кундаун которым невозможно все хорошо смотри я скажи пожалуйста почему если рассуждение то есть он сказал что он раним и нынешал аминать родных в любых случаях ну ты выполнила мы все я не буду с вами сижать и затягивать время жалобы и так выпускает минут идет демагогия без смысла нет не могу ебать гандон шушляпа ебаные давай заседания нам ахово хово хово Ну так вот, срыгнув чё-то напоследок в ГС чат и ливнув сервака, болванчик на бандите ушёл. После этого я в отчате прошу Сэмюэля, чтобы он тэпнулся и разобрался, касаемо своего нарушения. Так вот, он прилетел буквально на несколько секунд, чтобы написать, мол, зови админа, нету админа, нету разборок и съебался. Формально он забил хуй на то, что он нарушил правила и проигнорил их. Это в который раз уже подтверждает мою теорию о том, что донатные ебанаты на Мэджике абсолютно не знают правил и не хотят их соблюдать. Берут кучу доната чисто по фану, чтобы нарушать правила, а также покрывать нарушения друзей, но поподробнее об этом немного потом. Блядь что, я тебе угрожал оружием и сказал остановиться, админа нет и бежал с бомбой. Сейчас вернётся. Ага. Админа нет, подавай жб. Тут шеф полиции, мужики, гасите его. Нормально, нет? Подобавляй ваше. Кто быстрее, видит? Мяса не было. Блядь, придумал, сука, мяса не было. Мужики, мужики, мужики. Мужики, я вам принёс этого, этого. Пленника, пленника. Давай, ты можешь снимать. Да, блин, я украл. Зачем? Тарелков. Я, короче, отдаю победу ему. Это, этот, как его, это не... Ребят, на юзера всем тут до пизды. В моём случае реально проще взять админку и наказать челиков. В этой части я уже начинаю выписывать вполне себе обоснованные 10-минутные баны. О боже, какой я негодяй. На целых 10 минут наказал дебилов за их нарушения. Увы и ах, у меня другого выхода не было, кроме как взять в шопе донатную админку с самым высоким рангом и начать выписывать наказание самому. Просто я порядком заебался бегать на серваке и терпеть попутно нарушения от первого, второго, третьего, четвёртого и так далее. Юзер не может забанить сам игрока, потому что у него нету админ прав. Юзер может подать жалобу, но на юзера забьют хуй. Особенно если в его сторону нарушил правила ГЛ-куратор. ГЛ-куратору тем более рубиного поебать. О чём может быть вообще речь, когда этот ГЛ-куратор нарушил одно банальное правило, наказание за которое составляет всего лишь 10 минут, он пришёл на эту админ-зону, рассказывает 10 секунд о том, что зови, мол, админа, а как я, по-твоему, юзером оказался в админ-зоне, как не через жалобу? Так вот, нарушительно ГЛ-кураторе просто прилетел на пару сообщений, на отъебись что-то написал и убежал по своим делам. Но всё в корне меняется, когда ты наказываешь его друга. Тогда он становится примерным администратором, который якобы соблюдает правила. Объяснение, за что я наказал его друга, немного впереди, поэтому смотрите ролик, я буду это объяснять без каких-то стоп-кадров. Мужик, тебе нельзя с гантелькой бегать, с этим, ну, по улице. Это оружие. Ну, у тебя на НРП будет, если ты такой любишь. Я слушаю, говорит. О, Сар. О. Ну, понятно. Только его коснулось, он тут же начал отменить. На вас поступила жалоба, мол, вы забанили просто так. Неправда. Объяснитесь. Я забанил за РДМ. Меня привёл в наручниках какой-то челик, который нарушил ФРРП, завязав меня в наручники. Он меня просто молча убил. И всё. Гал, типа, им заложник не нул. Ну, как бы не он меня брал, чтобы убивать. Так он мог быть маньяком. А он был маньяком? Спойлер, он не был маньяком, это просто универсальная отмазка, чтобы прикрыть своего друга. Вдруг он был маньяком. То есть вы не разобравшись, забанили его? Ну, ответь на вопрос. Он маньяком был? Ответь на вопрос. Возможно. Ну, тогда у него будет ещё и нон-РП. Потому что маньяк не может сотрудничать с кем-то напрямую. Его просили в ВООС в чате вписать в дверь, и ты с ним тоже жил. Ты участвовал в СНГ? Какой с ним-РП, если он нарушает правила? Он меня увидел и убил сразу, и всё. И что? Ну, в смысле, и что? Он тебя убил, и ты его забонил. Как видишь. Ясно. Я могу разбирать свои ЖБ, у меня есть разрешение. Можешь написать амморалу, спросить. Разрешение на это есть. Как вы думаете, он что-нибудь кому-нибудь написал? Ну, конечно же, нет. Оно ему нахуй не нужно. Ему нужно было просто по-быстрому прикрыть своего знакомого, с которым они знакомы полчаса. Слышишь, нет? Ию. Напиши амморалу, пусть зайдёт. Чуть подожди. И у тебя ещё и ферр-РП. И я нахуй. Да заткни. Ну, как бы, вот вам налицо покрывательство друга. Можете не сомневаться, друга он, конечно же, разбанит. Увы. Но я ему сказал, типа, проверь, спроси амморалу, у меня есть разрешение на то, чтобы разбирать свои жалобы. Оно ему не нужно было, ему нужно было просто забанить того, кто тронул его друга. Вот так. Вы говорите, что тут снимать нечего, и Дарк РП приелся. С каждым разом всё, люди более кончены и кончены. О чем речь? Ждём, пока зайдёт на третий сервер, где, кажется, амморал есть. Потому что я ему дозвониться не могу, к сожалению. Это единственный человек, который сейчас мне может помочь. У меня есть вопросы. Чего-то, пока. Ты на первом серваке ещё что-то имеешь? Если ты админку. То есть выносить решение можешь, да? Конечно, админ обузы выносить решение без проблем. Ага. Так же наборка, я считаю. Давай я в дискорд перейду с тобой. Да, давай, на первый заходим, я пока в дискорде объясню. Я, короче, зашёл на первый сервак, увидел у некоторых людей нарушение. Долго-долго звал админов. Кое-как ЖБ приняли. Но в конце жалобы, оказывается, они не могут выписывать наказание там каким-то конкретным челикам, кто выше них. Вот. Была ЖБ на Самуэля. Он тэпнулся. Я ему рассказывал. Вот у тебя тут-то-тут-то фиррп был. Он говорит, админа нету, зови админа. А админ только в этот момент отошёл ненадолго. Ну, думаю, ладно. Окей. Получается так. Я потом уже задолбался ждать, банально, пока ЖБ примут, потому что никто вообще не принимал. Я беру самую-самую высокую админку в донате. А, админка, которая... Да, и всего лишь троих человек я наказываю одного за РДМ, другого за фиррп и другого тоже за РДМ. Челика, которого я наказал за РДМ, одного из них, был, видимо, другом как раз Самуэля. Вот. Самуэль, который просто Самуэль или который я не Самуэль? Вот этот вот второй. Угу. Гэл Куратор. Так вот. Суть в том, что меня челик, который нарушил фиррп, когда я стоял с оружием в руках, подбегает, заковывает в наручники и несёт к ним в квартиру. Только меня заносят в квартиру и говорят, я вам заложника принёс. И меня берёт челик, друг Самуэля, убивает. И потом только говорит, что им не нужен заложник. Ну, а смысл убивать, если не ты меня в заложники брал и не ты им распоряжаешься? Ну, по сути, да. Вот. Я выдаю им РДМ. Он играет за кибер-мафию. Меня тэпает Самуэль тут же. Когда на него была жалоба, ему было абсолютно до пизды. Когда я писал, типа, тэпнитесь, разберите ЖБ кто-нибудь, ему тоже было до пизды. А тут его друга забанили. На 10 минут, ты представляешь, какое вообще непотребство. На целых 10 минут друга забанили. Да ужас вообще. Просто пиздец. Меня, ну, четвертовать надо за это считать. Так вот, он меня тэпает и говорит, вот, за что бан выдали, объясните. Я говорю, он нарушил РДМ. Он убил меня без особой причины, потому что он меня не брал в заложники. Он не может распоряжаться моей жизнью. Потому что он, по факту, левый человек, который просто меня встретил. Ну, там, как минимум, согласовать надо с человеком, который брал тебя в заложники. Если даже они хотели от тебя избавиться. А согласования не было. Мне только привели, сказали, вот, заложника привел вам. Меня убивают и все. А, классно. Да, классно. Он говорит, а вдруг он был маньяком? Я говорю, ну, тогда у него будет нон-РП. Потому что он не может по правилам ни с кем сотрудничать, кроме других маньяков. А он живет с тобой, как я понял, в квартире. Он такой, ну, в смысле? А, то есть, ты даже, говорит, не узнавал, он маньяк или нет? Я говорю, а он что, маньяком был? Возможно. Я говорю, ну, вряд ли маньяк будет сидеть с кем-то на квартире и заниматься чем-то таким. Потом нельзя убивать при свидетелях. А он же маньяк. Как он убьет при свидетелях? В общем, никакой он не маньяк. Просто тупая попытка прикрыть его. Он говорит, ладно. Я говорю, я могу разбирать свои жалобы. Можешь поинтересоваться у другого админа. Ник твой называю. Он говорит, хорошо, сейчас подожди. И дает мне, что там выходит? ААХ-11. А, он тебе все-таки 11-й пункт выписал? Значит, сейчас буду с ним разбираться. За что дал человеку АА-11? Если у него есть доступ к разбору своих жебы. Да, блядь, че, сразу не сказал. И он слышал. Он тебе сказал, когда? Что ты у меня спросил? Ну, он такой веселенький перенек у нас. Такого и пиздануть не грех. Он не говорил, что-то про его нарушения и все. Нет, неправда. И чем же неправда? Тем, что у меня есть демка, где показано, что я говорил тебе написать о моралу, узнать о том, что у меня есть доступ к разбору жебы. Секунду. Ты этим заниматься особо не хотел, ты просто прикрыл друга своего. Ты либо говорил в тот момент, когда я отошел. Нет, ты мне ответил, подождите, и после дал мне бан, и все, ты не отходил. И я так понял, ты друга покрываешь своего. Ну вот, я отошел. Какого именно? Тарелков. У него РДМ. Ты играл за Киберманфи? Он иногда не понял. Нет, я был за Киберманфи. Ну вот, все. А что ты тогда его прикрыть пытался, типа, вдруг это маньяк? Ты же знал, что он не маньяк был. Ты же знал об этом. Что вдруг? Я тебя спросил, он был маньяком? И мне сказал, возможно. Ты точных ответов даже не сказал. Я не сказал, что он маньяк. Ты сказал, вдруг он маньяк. Вдруг. Ты типа прикрыть его РДМ таким образом пытался. Я не говорил, что он маньяк. В смысле? Ты сказал, вдруг он маньяк. Ты его таким образом пытался прикрыть. Ну, по сути, сейчас ты пытаешься говорить за него словами. Ну, типа, его. Ну, так. Приходится, бывает, за людей договаривать, потому что они говорить не способны. Ну, это неправильно, понимаешь? Ну, а ты мне будешь про неправильно и про правильно рассказывать, когда вы особо со мной говорить не хотели? Там просто взяли, молча мне бан выдали. А он за кого? Он за кибермафию был, да? Да, он был за кибермафию. Этот дурачок говорил о том, что... А вдруг он был маньяком? Я говорю, ну, был бы маньяком, был бы на НРП, потому что он сотрудничать не может. Ты убивать для свидетелей. Я хотел тебе тогда задать вопрос. Вот, допустим, вот ты же видел, у меня четыре человека связано... Я не видел четырех человека. Я могу, возможно, даже тебе по имену начать сказать. Кто там? Да, я прям каждого знаю, по-твоему, кого ты связал. Со всеми прям общаюсь. У нас форум связанных тарелковым. Пиздец. Я только зашел, мне выписывают пиздюлину. Мне, в чем, кстати, привело, вообще, надобный чувак тебе. Ну, так тем более, ты не имеешь права распоряжаться жизнью чужого заложника. Хотя, давай со мной просто посмотри на демку, вот. Ты поехали. Ну, по сути, без причин к тебе, ты не сопротивлялся, ничего не делал. Но, как бы, не он меня брал, чтобы убивать. Так он мог быть маньяком. А он был маньяком? Можешь написать о моралу, спросить. Разрешение на это есть. Слышишь? Нет. Он не мог не услышать здесь. Он уже, видишь, что-то пишет в чат. Чел сидит надо мной, ржет, что ли? А вроде суперадмин. В чате. Хотя нет, можно. Он же тебя забанил, а сам, вообще, посмеялся. По сути, это второй, и на спин восьмой, это, то есть, разбор жалок и выдача наказания по личным причинам, без доказательств. Ну, ты в этих правилах, в своде админских, куда больше шаришь, чем я, меня тут запутывает ступо. Ну, я увидел второй и восьмой пункт у него. То есть, то, что он посмеялся над тобой, и после того, как забанил тебя, это неадекватное поведение. Просто АФК, так скажем, разборочкой. И восьмой пункт у него будет. Потому что он не уточнил. Потому что мне никто не написал, я сейчас посмотрел Дискорд. Абсолютно ни слова нету. Да, мне до сих пор никто не написал. Я вот даже сейчас могу открыть. Блять, ни слова нет. Но там, бля, я не знаю, как он мог не услышать, что ты ему отчетливо и громко сказал, спроси. В три раза. Я не вижу это в квартире, честно. Я тебя спрашиваю, почему у тебя в квартире четыре человека было завязано? Ну, смотри, там викторина была добровольная. Вон, пацаны сидят. Один из них учёстник. Была бесплатная викторина, и ты решил чисто всех этих людей в заложники взять. Всё верно? Нет, я убил данного человека, потому что, ну, мне менты не нужны в каком хате. Я не знаю, что будет дальше. Я как бы... То есть у тебя открытая хата, человек, заходит в неё, ты просто берёшь и шмаляк шьёв? Да, так и было. Мне спокойно могли выбить дверь. Ты сам знаешь о функциональности сервера. Нет, там была полностью открытая дверь, там никто не выбивал ничего. Ну, всё. Тебе можно ещё на НРП прописать, по-хорошему. Ну, я ему выписал РДМ, но этот решил покрыть РДМ. Я сейчас не понял, Самуэль. Ты то есть вчера повысился, только я решил, ну, тут же с Админки слететь. Что же покрытие? Сизма. Я не понимаю, что вы на Самуэля накидывались. Просто по сути сейчас он будет создать вообще за рандомного человека, которого знает, ну, час от сил. Если не меньше. По делам. Скоро ролик будет, честно, только скажи. А зачем смеялся Ваос? Не надо вот этого, так скажем. Когда забонил? Лиза Блюз. Ты знаешь, что? Без понятия. Прикольно. Неадекват, я увидел. Увидел, что люди разбираются, хотел уточнить нарушения. Может подкорректировать немного. Оказалось бы, суперадмин. Но ты не увидел человека, который говорит, что у него с разрешения депать людей без разборок? Это сразу понятно. Она чаяет от манеры говорить. А измененный голос, ну это ладно, у многих бывает. И просто науше сомнение, я понимаю, кто это. То есть, ты будешь предполагать, что я какой-нибудь Владимир Путин, что на заборе пишу? Я предполагаю, потому что есть несколько, так скажем, объектов. Сейчас въебу себе изменение голоса, возьму балочек с краской и начну писать. Молодец, ты меня че душить начал? Ты вот пришел сюда вообще неудобно, непсилу не в город. Вот ты общаешься с людьми неправильно, поступаешь неправильно. Знаешь, что должен тебя по головке за это гладить? Рафлинбал. Прикол в том, что я как бы говорю с ним, а ты начинаешь. А ты че каждому веришь, при чем тут это? А я не против, чтобы он тут разговаривает. Я не против. А кто я? Бля, Евка угарный чел. Пять дня, да, десять минуточек бан. И снятие с привилегии. Полностью до юзера? Я могу испоковательством заниматься. Да, да. Охуеть. Три из трех варна получает, юзера все. Быстренько оформил. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова